Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди, и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком — биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиации, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета «Дуалайф». Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле, гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения стероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в нем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бесчатских лесах. Бесчады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. Из каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Каждый из нас мечтает о красивой фигуре. Вдобавок, все больше людей понимает, что лишний вес является причиной многих хронических заболеваний. Благодаря компонентам, входящим в состав Прослимер, мы можем уменьшить выделение грелина, известного как гормон голода. Как еще данный препарат может помочь нам следить за своим весом? Действительно, наш вес зависит от грелина, и данный БАД имеет реальное влияние на выработку гормона голода. Его воздействие мы ощущаем как нежелание есть. Зачастую, к сожалению, происходит так, что мужчинам сложнее отказаться от чего-то, что с раннего детства было закодировано в памяти как вкус родного дома. И если это были полезные продукты, то привязанность к еде сама по себе не так уж плоха. Гораздо сложнее, когда в детстве человек питался монотонно и ел нездоровую еду. Почему так происходит? В детстве у девочек и мальчиков грелиновые клетки, вырабатывающие гормон голода, находятся на дне желудка и кишечника. Со временем, когда дети входят в этап полового созревания, выработка этого гормона переходит в другое место. У женщин в яичнике, у мужчин в яичке. Действие грелина становится также причиной того, что вкус детства остается с нами на всю жизнь. И будучи уже взрослыми, мы отдаем предпочтение тем или иным продуктам. Более того, начинаем переедать, думая, что мы голодны. Но благодаря прослимер мы можем предотвратить этот кажущийся нам голод благодаря содержащемуся в данном препарате веществу, влияющему на выработку грелина. Есть субстанция, которая решает о том, что организм перестает синтетизировать грелину. В засаде, все из этих складов... Речь о ягодах Асайи и Годжи? Ягоды Асайи и Годжи обладают свойством ускорения обмена веществ. Автоматически отложенный жир начинает расходоваться быстрее. Важную роль в этом процессе играет горциния камбоджийская, которая содержит 40 ксантонов, называемых самыми сильными растительными антиоксидантами. Перуанскую маку можно назвать феноменом средиадаптогенов, то есть веществ, повышающих сопротивляемость организма к вредным воздействиям. Это растение универсально. Перуанская мака не только замедляет процесс откладывания жира, то есть превращения сахара в жир. Она также может уничтожать уже отложенный ранее желтый жир, который у животных, например, называется подкожным салом. А, кстати, раньше такой жир убрать можно было только хирургическим путем. Очень важную роль играет также цинтелла азиатская, которая в китайской медицине использовалась для ускорения процессов регенерации. При помощи ProSlimmer мужчины могут избавиться от так называемого пивного животика, а женщинам, в свою очередь, будет проще справиться с боками. Я не обещаю, что осиная талия появится сразу после принятия таблетки, так как действие данного препарата обязательно нужно вспомогать правильным питанием. Когда мы пьем ProSlimmer, организм начинает расходовать отложенный ранее жир, а цинтелла азиатская ускоряет процесс регенерации новой кожи. Хочу напомнить, что каждый день в организме взрослого человека происходит обмен 9 миллиардов клеток. Благодаря этому процессу новая кожа растягивается как резина, а старая перерабатывается. Это происходит совершенно естественно для нашего организма, хотя звучит как что-то невероятное. ProSlimmer оказывает очень благоприятные воздействия на наш организм. В китайской медицине уже давно доказано, что ткани, которые регенерировались медленно из-за нехватки эластичности, благодаря воздействию цинтеллы, буквально сразу же начинали функционировать полноценно. А как зеленый кофе и молодой ячмень дополнительно усиливают действие ProSlimmer? Особенно важным в данном препарате является действие молодого ячменя и содержащаяся в нем хлорогеновая кислота. Молодой ячмень должен быть использован в течение 6 дней после сбора, ведь он содержит все необходимые компоненты, подобно проросткам. Все потому, что молодое зерно любого растения содержит максимум необходимых для создания новой жизни питательных веществ. А температура и влажность приводят к тому, что растение теряет свои полезные качества. Поэтому так важно добывать все необходимое нам из проростков как можно раньше. Проросший молодой ячмень содержит громадное количество хлорогеновой кислоты, которая оказывает большое влияние на сжигание жира. Этот процесс вспомогает также зеленый кофе, так как обладает похожим действием. Как видим, прослимарь обеспечивает комплексное воздействие на организм. Все компоненты были гармонично соединены, благодаря чему эффективность препарата по отношению к чистому весу очень высока. Если бы кто-то хотел соединить такие же компоненты в домашних условиях, то ему не удалось бы достичь такого эффекта, так как при соединении веществ даже тысячные доли миллиграмма имеют значение для достижения абсолютной синергии компонентов. В китайской медицине, в которой уже давно пытались прийти к синергии разных составляющих, порой работать над смесью одной субстанции приходилось даже четырем поколениям. Например, прадед передавал знания своему сыну, не успевая закончить исследование, так как все опыты проводились методом проб и ошибок. Сегодня в нашем распоряжении есть хроматографы, компьютеры, куда можно установить программу, а она даст вам доступ к данным, над которыми работали ученые несколько сотен лет. Раньше люди исследовали что-то всю жизнь, передавали знания из поколения в поколение, а сегодня, чтобы достичь подобного эффекта, нам нужно полгода-год. Но, несмотря на это, следует знать историю и понимать, что, работая над препаратом, мы основывались на старых традициях синергизации, используя при этом самые новые достижения медицины и философии в области применения биологически активных субстанций. Субтитры создавал DimaTorzok